На берегах иных миров В нашем сегодняшнем вечере представлены жизненный путь и внутренний мир творца, а также его музыкальное и художественное наследие. В сегодняшнем программе принимают участие лауреат премии Центрального федерального округа, лауреат международного конкурса, губернаторский камерный хор «Русский портес», художественный руководитель и главный дирижер Андрей Кружков, хармейстер и дирижер, лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России, композитор Сергей Ленин. Струнный квартет Тверской академической филармонии в составе. Лауреат международных конкурсов, преподаватель Тверского педагогического колледжа Ольга Рулёва, фортепиано. Лауреат международных конкурсов Елизавета Рулёва, орган, а также художник по свету Татьяна Вальберг, звукорежиссер Яков Липгот, видеооператор Антон Иванов. Автор и ведущая программы, лауреат международных конкурсов авторской песни, преподаватель Тверского педагогического колледжа, культуролог Татьяна Левина. Итак, мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Через волшебное стекло смотрел на мир Юдился телом на земле, а дух парил, раскинув крылья над планетами иными Летел туда, где нет ни боли, ни утрат, еще, еще хотел познать бесстрашный взгляд Субтитры создавал DimaTorzok И ты сгорел на этом жертвенном пути, с высокой башней повелев себе, лети Миколуис Константинос Черлёнис Это имя известно многим из нас, оно влечет к себе вновь и вновь, потому что творчество этого удивительного человека исполнено загадок Кем же было? Можно ли дать его гению определение? В ответ на этот вопрос известный музыковед и культуролог Михаил Казинник говорит буквально следующее Не музыкант, не художник, не поэт, не философ, он больше Эта картина, весть, одна из первых его работ Мы видим огромную, сильную птицу, летящую к нам в лучах восходящего солнца Летящую из неведомых миров и несущую весть о чем-то прекрасном Вот таким вестником был и сам Черлёнис Как художник он работал каких-нибудь 6-7 лет Но за этот короткий срок успел пройти путь, на который иным художникам требуются десятилетия Он создал совершенно неповторимое направление в искусстве Музыкальная живопись Его творчество невозможно отнести ни к одному стилю Его картины возвышают душу, наполняют ее трепетом от соприкосновения с тайной Его невозможно до конца понять, постичь, проанализировать К нему можно возвращаться и постоянно открывать для себя новые и новые дали Как сказал кто-то из современников, его картины заставляют нас испытать духовное изумление К нему можно в полной мере отнести эти слова Александра Брока Художник — это тот, кто роковым образом, даже независимо от себя, по самой природе своей Видит не один только первый план мира, но и тот, что скрыто за ним Ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительностью наивной Тот, наконец, кто слушает мировой оркестр и вторит его не фальшиве Он действительно слышал этот оркестр, ведь он стал еще и основоположником литовской композиторской школы Как все это успел сделать человек, проживший на свете немногим более 35 лет Об этом мы попытаемся рассказать вам сегодня Вернее, попытаемся наметить вехи, по которым можно будет продолжить знакомство с дарами, принесенными миру этим уникальным творцом Потому что рассказывать о нем, пытаться выразить словами нечто невыразимое необыкновенно сложно Любой талант и даже гений начинается с родителей Отец Черлемиса был простым деревенским органистом, выходцем из крестьян Своих девятерых детей он рано начал обучать музыке А Константинес или Кастукас, как его называли в семье, был старшим и самым одаренным Он еще с детства начал импровизировать, а в 6 лет уже мог заменять отца на службе в костеле Мама была чудесной, очень доброй женщиной Она рассказывала детям народные сказки, пела литовские песни И хотя в то время в семье говорили по-польски, все же литовские песни, любимые с детства, питали и вдохновляли Черлемиса всю жизнь И сейчас мы услышим в исполнении губернаторского хора «Русский портес» Три обработки литовских народных песен, сделанных Черлемисом Дирижер Сергей Левин Дирижер Сергей Левин Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Зато среди лирических записей в его дневнике есть написанная в квазисонатной форме поэма «Осень». Вот ее начало. Осень. Голый сад. Полураздетые деревья шумят и засыпают листьями тропинки. А небо серое-сирое и такое грустное, как только душа может грустить. Через грядки и поляны идет человек с мешком на плечах и с граблями в руке. Идет через грядки, а там недавно были цветы. Сейчас все равно. Осень. Грустит душа, а небо серое. Нет пути. Его засыпали желтые кленовые листья. Деревья стоят полураздетые в опустелом саду и шумят. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кругом белые, удивительные короны Величавые, прекрасные А среди них стоит человек И смотрит, широко раскрыв глаза Смотрит и ждет Обещал, что на восходе солнца Посреди пожара короны В час хаоса, красок и танца лучей Собоёдом гибнет солнце Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На экране мы видим первую часть Сонаты Солнца Это самая первая соната, написанная Чурлёлисом Для него Солнце — это не просто источник света Не просто огненный шар Это начало всего Это источник самой жизни Здесь есть все части Так называемого сонатного Олегра Экспозиция, разработка, реприза Есть все части соната Главное Главное тело сонаты Главное тело — это солнышки Они живут, светятся, рождаются И побочные Голубые замки, освещенные нежным Утренним светом Следующая, вторая часть Анданта — медленная Это момент остановки Излюбленный прием Чурлёлиса Приближение Это попытка уйти от гигантской высоты И насладиться красотой Насладиться каждым листочком Мы видим кроботливую работу Солнечных лучей Гирлянды, заботливо спущенные На землю, дающие каждому Листочку жизнь Третья часть — скерца Шутливая, веселая часть Мы видим здесь детали Тона, фрагменты, многоцветия Мосты, отражения, вода И небо, и бабочки Как основной музыкальный мотив И вот финал, четвертая часть Гибель Солнца Замолкший колокол Обутанный паутиной времени Но гибель Вселенной Это всегда основа для нового взрыва И Чурлёлис дает нам надежду В уголочке мы видим маленькое солнышко На колоколе словно отлиты части Всех предыдущих Отлиты тела Всех предыдущих частей Этой сонаты Кроме того, соната Солнца Символизирует еще и четыре времени суток Это утро, день, вечер и ночь Сейчас мы с вами еще раз Внимательно рассмотрим Все части сонаты Солнца 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас на экране появится первая часть сонаты «Море» – любимейшей стихией Чурлёниса. Примерно в этот же период была написана симфоническая поэма «Море» – ключевое сочинение Чурлёниса-симфонистов. Но это не то море, которое мы можем увидеть на картинах художников-маринистов. Здесь отображена какая-то его невидимая жизнь, которую видел и чувствовал Чурлёнис. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слушай, слушай внимательно, затаив дыхание. Слышишь, как тихо переговариваются звезды. Есть направление философии и искусства, которое называется космизм. Человек мыслится не только обитателем планеты Земля, но и жителем всего космоса. Творчество Чурлёниса можно смело поднести к космизму, но в сонате звезд это проявилось с наибольшей силой. Мы чудесным образом становимся свидетелями творения космоса из хаоса, то есть создания гармонии и порядка из первичного материала. Фигура наверху — это символ творящей воли, организующей материю нашей Вселенной. Здесь мы видим формирование галактик, звезд, планет. Здесь все в движении. Эта соната не окончена, в ней всего две части. И вот вторая часть, анданда, — это момент остановки. Как будто мы приблизились к одной из только что сотворенных планет. Видим фигуру ангела в задумчивости. Может быть, это наша земля, и он печалится о судьбах ее будущего человечества. В одной из книг читаем. В этих работах Чурлёнис сделал поразительную попытку вывести свое искусство едва ли не за его собственные пределы. Куда-то за границей и живописи, и музыки. В глубины самого неоформленного представления, мышления о мире космосе, о существующей вне нашей планеты и вне нашего времени Вселенной. Искусство Чурлёниса как бы замкнулось с искусством самой Вселенной, с художественной гениальностью ее творца. Из ее таинственных, еще не познанных глубин черпал художник нездешние формы новой красоты, наполняя их музыкой сфер и космическими светами струящихся миров. Искусство Чурлёнис 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Я полечу в очень далекие миры В края вечной красоты, солнца, сказки, фантазии В зачарованную страну, самую прекрасную на земле И буду долго-долго смотреть на все Чтобы ты обо всем прочитала в моих глазах И он действительно прилетел туда В своих картинах-видениях он поднимался все выше Его последние работы изображают запредельные высоты ангельского мира Мы видим шествие ангелов Они поднимаются высоко за пределы картины Эти лестницы, уходящие в бесконечность, ступени, образ перехода в другие измерения Возможно, художник уже предчувствовал свой скорый уход с земного плана Прозвучит прелюдия фа минор Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Эдуардес Межонайтис Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Итак, Сергей Левин Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Он повторил «Симон» 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 «Симон»